Слышала, что в Санкт-Петербурге есть какой-то совершенно оригинальный театр. Не знаю точно, как он называется, но слышала, что там актёры играют только при помощи рук. Не могли бы вы рассказать про этот необычный театр? Анна Владимировна Милюкова, Москва. Анна Владимировна, мне кажется, что про этот театр вам лучше всего расскажет Маргарита Дробяска. Да, действительно, Анна Владимировна, такой театр существует в Санкт-Петербурге. Этот театр имеет говорящее название «Handmade», что в переводе означает «ручная работа». И это абсолютная правда в прямом смысле этого выражения. И сейчас мы как раз присутствуем на репетиции этого удивительного театра. Актёры театра «Handmade» разговаривают со зрителем при помощи пластики рук. Этот универсальный язык доступен всем, не в зависимости от возраста и национальности. Именно поэтому этот театр так популярен во всех странах мира. Создан театр был в середине 2007 года из выпускников Театральной Академии Санкт-Петербурга, актёрского отделения. В дальнейшем к ним присоединились выпускники Иркутского театрального училища. Вот сейчас они репетируют, по-моему, какую-то позу тигра. Руководит этим молодым коллективом заслуженный артист России Андрей Князьков, режиссёр театра Светлана Озерская. Можно! Можно, да? А я вот это поставлю, ладно? Особенностью представления является то, что, используя самые-самые зрелищные приёмы и жанры, классическое представление, пантомимы, иллюзион, репризы, актёры два часа держат внимание зрителя, увлекая его в особый мир фантазии, юмора, творчества и даже философии. Вообще, я в полном восхищении от этого театра. Но кто бы мог подумать, что с помощью рук можно создать любой образ. Ну вот, например, можете вы мне сделать эйфиревую башню? Ну мы же находимся в Санкт-Петербурге, ну давайте Петропавловскую крепость. Санкт-Петербурге, ну давайте Петропавловскую крепость. Санкт-Петербурге, ну давайте Петропавловскую крепость. А кто-нибудь мне подсоединит руку? Да. Я вот уже немножко попробовала, мне так хочется попробовать что-то ещё и стать практически настоящей актрисой этого театра, но у меня нет перчаток. Петербург, ну вот, правильно всё? Да. Честно говоря, я не знаю, что за фигуру мы сейчас делали, мне просто сказали вот так стоять. Но судя по реакции зрителей, что-то очень красивое. В спектаклях в театрах «Хэндмэйд» герои возникают на глазах у зрителей из рук актёров, как персонажи пластилиновых мультиков, как круги на воде. На глазах у изумлённых зрителей из рук и тел актёров строятся дома, которые тут же преображаются в волны. Или циферблат часов, или в огромное, пульсирующее сердце, или во что угодно. Вариантов бесконечное множество. Вот, я с тобой об этом говорю. И поехали! Нормозим! Открываем дверь. И выходим, выходите. И дверь так за собой. Раз! И закрыта. Вот. Вот видите, Анна Владимировна, как всё просто. Всего лишь пара белых перчаток и умения. И получаются удивительные вещи. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»